Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Степана Пепеляева. По пермским дворам и улицам мы колесим на комфортабельном автомобиле «Лада Веста», который нам любезно предоставил «Лада Центр Перм», что наспешило выступать в Камской долине. Птичий гриб, свиной гриб. Видимо, под впечатлением всей этой информации жители дома номер 111 по улице Петропавловской изготовили кормушку. Получается, свинья, предназначенная для птиц. Ну а прислал нам эту фотографию Александр Пас. Ну а Татьяна Черепанова рассказала нам о том, что в минувшие выходные к ним прилетала лесная гостья. Открывают они шторы с утра, а на окне такое чудо. Посидела, поморгала и улетела. Тем временем не совсем веселую, а точнее совсем не веселую фотографию прислал нам Андрей Рогожин из города Краснокамска. Так чисто написано на контейнере. И тут ты понимаешь, что глазам своим верить нужно не всегда. Двор дома номер 13 по улице Ивановской чистят довольно-таки регулярно. За что местные жители своей управляющей компании, конечно же, благодарны. Но есть во всей этой истории один пренеприятнейший момент. Весь снег, собранный на проезжей части и тротуарах, сваливают здесь же, в полисадниках и на детской площадке. И сейчас под этими грязными снежно-ледовыми кучами находятся не только конструкции, но и высаженные местными жителями кустарники, а также поделки. В общем, все то, что они с такой любовью создавали для того, чтобы их двор выглядел ухоженным. В последнее время жители дома номер 1А по улице Смирнова вот так подолгу, как мы, рядом с подъездами не стоят. Быстренько выбегают из них, забегают также немедля. Ведь с крыши постепенно съезжает огромная снежно-ледовая глыба. И если сползет, то грохнется прямо на пешеходную дорожку. И хорошо бы, чтобы в этот момент на ней никто не находился. Иногда, стараясь нас удивить, некоторые пермики присылают в информационно-справочную службу довольно-таки необычные новости. К примеру, как жители дома номер 30 по улице Хрустальный, рассказавшие о том, что у них в полисаднике уже распустились цветы. Ну да, цветы здесь есть. Правда, не совсем живые. Но раз уж распустились посреди зимы, то пусть теперь попадают в кадр сегодняшнего дня. Ну а победителем конкурса на лучшую новость прошлой недели становится Виктория Гловацких, которая рассказала нам о снежных скульптурах в детском саду номер 100. Она же одна из тех, кто их создавал. За эту хорошую новость Виктория получает в подарок сертификат на сумму 3000 рублей от европейской стоматологии «Медиум». В клиниках «Медиум» каждый из вас может вылечить и удалить зубы под общим наркозом. Ну а находятся они по адресам шоссе космонавтов 86А и снайперов 1. И это все на сегодня. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова